Йоу, Байлер, на связи Кикс Контест, Лёха Матрас, Флай Уайт, Саня Мистер Кейк. Мы вводим новую ежемесячную рубрику от Кикс Контест, которая называется Дайджест. Это Дайджест. Дайджест. В этом дайджесте одна из рубрик будет подведение итогов прошедшего месяца, то есть октября. В октябре у нас было 4 обзора на баскетбольные модели, 2 обзора на лайфстайл модели. В принципе, никто сильно не провалился, никто сильно в топ не ушел, но начнем потихоньку. Первая модель оттестировала Рассель, и это были Анто Свип 4. Рассел их оттестировал, обзор вы обязательно посмотрите и удивитесь их результату. Пока говорить не будем, если вдруг вы не смотрели, поэтому обязательно посмотрите. Дальше я протестировал модель Анто ГХ-2 Мид. Это вроде бы то же самое, что и предыдущие ГХ-2, которые мы уже тестировали, но отличаются тем, что вот этот воротник добавлен и модель названа Мид. Мы решили выяснить, насколько они отличаются от той модели стандартной ГХ-2, которая была в топе. И мы выяснили, и мы даже нашли эти отличия, поэтому в обзоре все подробно рассказали. Его тоже обязательно смотрите. Дальше, что мы тестировали в этом сезоне, в этом месяце, в октябре, это Ленинг Олл Сити 10 модель Уэйда. Вторая линейка Уэйда. Вот такие вот прекрасные, посмотрите, как они круто смотрятся. Кроссовки, которые мы купили за 6 631 рубль. Да, вот это вот. И какие результаты на тестах Кикс Контас могут набрать кроссовки за такую сумму, вы должны уже все знать. Но если не знаете, то знайте, где это узнать. Прямо сейчас в тестах уже подходят к концу первая модель Лука Дончича Джордан Бренд. Выглядят они вот таким вот образом, как ссанные бюджетки. Но нас больше интересует, как они играются. Как они играются, пока рассказывать не буду. Но совсем скоро, после выхода этого дайджеста, выйдет и этот обзор. И там станет все ясно. Мы уже все знаем с Сашей. Протестировали, поиграли. У нас даже две пары есть черненькие еще, но мы вам покажем в обзоре их. Братва, самое главное, что хотел сказать по поводу итогов октября, начала сезона. На самом деле мы первый раз такое видим в сезоне Кикс Контас, когда ни одна модель на старте не проваливается. Прямо вот мы в шоке. Обычно как-то другие сезоны, как-то у нас начало было прям тяжелое. Да, мы уже к октябрю чувствовали какие-то накопившиеся микротравмы, какие-то там мелочи, это прям как бы напрягало. И мы все ждали, когда начнется сезон NBA, пойдут крутые кроссовки, и мы несколько вздохнем. Вот, в этом году, как вы видите, там уже сколько у нас, 6 или 7 обзоров, и все они держатся в районе 80 баллов. Это очень круто. Мы очень рады тому, что реально пошел функционал, несмотря на то, что мы вот видим такие модели, когда реально очень мало крутости, чисто визуально. Но крутость функционально присутствует, и это не может не радовать. Также мы решили еще разнообразить наши обзоры баскетбольных кроссовок и добавить больше лайфстайла, чтобы баскетболисты же не только на площадке, они же еще на улице ходят. А должны знать, в чем ходить. Протестировали эти прекрасные кроссовки, тройные, тройная коллаборация, двойные кроссовки в сентябре. Протестировали Puma RC Connect, которые подойдут на любые погодные условия, особенно питерские. Протестировали, сделали обзор уже. Вот буквально на днях будет про Adidas NMDS1, тоже премиальная модель, носки на подошве. Интересно будет про них тоже посмотреть. Да, братва, и так, как в прошлом году мы заряжали, о том, что лайфстайла станет все больше нам, потому что это интересная тема, не только баскетбольная, мы не только одним кортом живы. Хочется носить за пределами корта крутые кроссовки и не хочется донашивать баскетбольные, потому что им надо тоже отдыхать, там сохнуть и так далее. Итак, братва, Puma RC Connect, Adidas NMDS1 мы протестили. И дальше мы будем вводить все больше тестов лайфстайл-моделей. Пишите, что вы хотите, что мы будем больше... Мы, как обычно, как и в баскетбольных моделях, мы ставим обзоры чаще те, которые чаще запрашиваются в комментариях. Да, и так, друзья, что еще происходило в проекте в этом месяце? В октябре у нас очень активно, то есть второй месяц сезона, и мы очень активно занимались подготовкой наших вещей. Наконец-таки мы допилили компрессию, да, мы выгрузили ее на Wildberries, мы сделали интересный дроп на 45 тысяч розовые и черные худи. Да, и, честно сказать, вот этот наш новый логотип, да, Кикс Контест, мы его называем иероглиф, и он так вот зашел, в принципе, на всех, у кого я видел их, они очень круто смотрятся, мы супер довольны. Отпишите в комментах, довольны ли вы. Вот, и, конечно же, долгая история с носками, которые мы крутили целое лето, собирали, пересобирали их. Лех сейчас нам распакует и покажет. Те наши баскетбольные носки, профессиональные, которые, на самом деле, раза три или четыре мы переделали, и в итоге получилась прям вот топовая такая штучка. Мы специально сделали акцент на вот этом длинном берце, который так красиво идет из кроссовка. И самая сложная часть, это, конечно же, вот эта вот, у нас здесь двойная махра внизу идет, специальные здесь перетяжечки, здесь, здесь из резиночек сделаны, и две зоны с специальной сеткой, которая улучшает воздухообмен. Вот, получили уже первый фидбэк о носках, и все довольны, все говорят, что это реально круто, и это стоит. Да, и пару слов еще о компрессии, которые мы презентуем. Вот эта история очень сложная, мы их тоже очень долго делали, все спрашивали, что так дорого. На самом деле, друзья, посмотрите, какая сложная конструкция. Все сделано под мужскую антропометрию. Здесь специальные втачки, здесь специальные втачки. Под задницу специальная втачка. Сложная, длинная, ну, широкая резинка у нас идет. И зона, где мы принтуем, тоже это отдельный элемент, не просто тупо принт, там, досюда. Это отдельный элемент, который запринтован цифровой печатью. Вот. И самое главное, почему такая цена, это дорогая корейская микрофибра, которую мы хотим, ну, которая как раз используется для классной компрессии, а не просто, там, тупо какие-то штанишки, там, какого-то вида обтягивающей. Вот такая история. Самый главный момент, мы, вы с прошлого сезона просите больше обзоров, добавить разных других продуктов. Мы, наконец-таки, допилили мануал по мячам. Сейчас Леха будет практически в каждом обзоре вставлять небольшой экспресс-обзор на какой-то мяч. И это все как-то сложилось так, что мы сделали свои мячи. И сейчас вам покажем парочку вариантов, которые мы сделали. Вот, смотрите, такие крутейшие мячи с нашими логотипами, с нашей символикой. Вот как раз черно-розовые под эти худи. Вот этот наш градиент, который вы будете очень часто видеть дальше. Вот этот вот из красного переходит в зеленый через голубой. Вот такая классная штука. Вот, мы сейчас их активно тестируем. Обновили мануал тестирования для мячей. И прям серьезно, вместе с обзорами там Уилсонов, Адидасов, Пум и так дальше, других мячей, мы наши мячи запихнем и попробуем их в бою. Если они покажутся плохими, мы их просто шилом сделаем вот так вот. И все, их не будет, вы их не увидите. Мы их будем делать, переделать, пока они не станут суперкрутыми. Да, что касается мячи, это одна история, которую мы там готовим. Она, скорее всего, выйдет уже где-то зимой. А еще мы закончили, наконец, наши сложные, крутые штуки. Это крутая, целая линия изделий. Это вот на мне свитшот с таким вот зиппером. Такая вот. Такая, такая штука. Очень сложные изделия. Тоже там много кроя, много интересных вещей, классные молнии. Свитшоты, куртки и худи. И низ это штаны и шорты. То есть, мы это долго тоже готовили. Сейчас посчитали, все получилось. Начинаем, ну вот, тестируем очень активно и думаем, как их сделаем, наверное, небольшой дроп, да, в ноябре, чтобы вы могли заказать. Цена получится не маленькая, но мы, я думаю, что-нибудь придумаем, какой-нибудь формат, по которому вы сможете все-таки приобрести реально крутые вещи. И мы как раз это випхуипи у нас обсуждаем в нашем закрытом чате. Куда может попасть, скинув фотку в наших вещах? Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем историю с тем, чтобы закончить уже вот этот вот вещизм, вот этот вот много вещей одноразовых. Мы хотим сделать крутые вещи, которые можно носить чуть ли не всю жизнь. То есть и технологии, и качество материалов, качество пошива это позволяют делать. И мы хотим это сделать. Вот. Поэтому вещи будут, естественно, дороже, но их можно будет носить очень долго и не иметь там 100 худи, а, к примеру, там 2-3. Они будут красно-классно смотреться, сочетаться и так далее. Очень важный момент хотел сказать про то, что впереди 11-11, такой ноябрь, когда все бренды низко хотят сделать приятно своим почитателям и дисконт и туда-сюда. Мы тоже придумали дисконтную историю, которую, господи, много так слов с историей у меня. Историк, что ли? Да, историк какой-то. Да, мы сделаем крутую распродажу, которая будет всего лишь один день, 11-го числа, нет никаких подводок, один день на компрессию, на все, что есть у нас в ассортименте на Верберсе. Все, можете залететь, закупиться по полной и уже дальше двигаться в нашем мерче, попадать в вип-ху и так далее. А Леха продолжить с анонсом ноября. Что нас ждет в ноябре? Да, приоткрою вам небольшую завесу тайных, что мы будем дальше тестировать. Помимо того, что мы уже практически закончили с первыми лукодончичами, будем тестировать шестую модель Пола Джорджа. Хорошо у нас шла эта линейка с самого его начала и до четвертой модели. Дальше уже начались какие-то проблемы. Вот и посмотрим, исправились ли шестая модель Пола Джорджа или функционал становится все хуже и хуже. Дальше мы хотим протестировать то, что уже практически к нам приехало, это Анта Клейт Томпсон 8. В продажу они поступят когда, Сань, 17-19 ноября они будут в продаже, но они уже у нас, и то есть мы до релиза их выпустим обзор, обязательно расскажем, что там, как там. Вообще мы их взяли в декабре, они были в плане декабря, но они будут уже сейчас. У нас такое получается реально ноябрь, месяц именных моделей, Пол Джордж, Клейт Томпсон, Леброны 19, которые вы просили, они уехали Арассел, и он вам сделает обзор. 20-й Леброны тоже у нас уже скоро будут, и мы прямо дуплетом дадим 19-20, чтобы понять, что там. Да, а там, скорее всего, очень сильные различия, вот мы их ощутим прямо вот сразу же. Ну, естественно, не забываем про нашего чемпиона, ну, уже в прошлом, конечно, чемпиона, Янис Антетокомпа с его новой моделью под цвет наших цветочков. Посмотрим, как они будут играться. Открытый у нас здесь Максовский баллон, тоже не самое, конечно, такое удачное решение, особенно вот здесь сразу уже предвещаем, что на улице на какой-нибудь гвоздь лучше не наступать, вот, но, хотя подошва достаточно жесткая. Посмотрим, что они из себя представляют, ну, пока скажу только, что они достаточно легенькие. Точный вес и все остальные характеристики узнаете в обзоре. также в ноябре нас ждет пару моделей лайфстайл-кроссовок. Мы протестируем кроссовки, которые стоят, черт побери, 3000 рублей. С Ленинга мы заказали. Довольно-таки круто выглядят они, то есть, такой, отсылки к Air Force, что-то такое, массивная подошва, много всяких элементов, много фурнитуры, всяких, всяких пластиковых накладочек, здесь вышивочек, вставочек, ну, смотрится прикольно. А как они будут ходиться, да, вот мы уже узнаем уже скоро. То есть, здесь мало текстиля, поэтому их, кстати, классно будет носить сейчас в дождливую погоду, они должны вывозить. Ну, самое то, да, главное, чтобы они, чтобы многие после них не отваливались, а то за 3000 посылка с Алиэкспресс, это, конечно, рискованная затея, но мы же ради вас стараемся. А, да, и еще, кстати, у нас же Рассел уехал в Казахстан, то есть, маленькая командировочка у него, и там на него вышли ребята из Анта-Казахстана, и там Ленин-Казахстан, и еще кто-то Казахстан, несколько брендов, то есть, сейчас у нас на контакте, и Анта-Казахстан уже подкинул Расселу пару моделей, там и лайфстайлы, игровые, вы тоже, кстати, увидите такое включение из Алма-Аты, интересно, тогда будет разнообразить наш, наш, нашу картинку. Солнечный Казахстан, приветствуем вас, давайте, братва, залетайте, Рассел вам там расскажет все как положено, с ним можете законнектиться, оставим его контакты вот прямо здесь, можно будет погонять мяч, он вам накрутит где-нибудь. Накрутит, да. Ну и записывайтесь к нему на тренировке, если хотите уметь так же. Да, братва, очень важный момент, в октябре у нас прошел такой жесткий прорыв в подписках, мы только-только в начале октября отметили 45 тысяч, такая, как вы знаете, каждые 5 тысяч мы что-то делаем, и мы собрались таки с питерскими подписчиками, очень душевно поиграли на обновленной ушинки, нам очень понравилось, пофоткались, и было на самом деле круто, но подписки настолько ускорились, что уже тут же в октябре мы отмечаем уже 50 тысяч, готовим гигантский ивент, что будет на 50 тысяч, я буквально в двух словах скажу, мы готовим, конечно же, марафон до 1000 очков, который мы гоняли на 40 тысяч в Москве, где он будет, мы вообще хотим сделать в Воронеже, сейчас все готовится к Воронежу, но возможно будет такая тема, что мы прилетим в Москву, из Москвы на большом автобусе поедем в Воронеж, так что мы возможно захватим с собой человек 30-40, кто хочет просто люто отметить день рождения Кикс Конст на 50 тысяч в Воронеже, в крутом зале, будет крутой ивент, марафон, мы там представим фильм, Лехин, очередной эпизод, здесь живет баскетбол про Воронежский комьюнити, вы просто охрените, там такие фактуры, это просто люто было, мы когда первый раз в Воронеже приехали и начали снимать, мы просто охренели, это будет нечто, то есть Саша, привет, кстати, да, вот, и что там еще будет, будет куча розыгрышев, естественно, как обычно, мы кучу призов вручим, и еще, естественно, будет дроп на 50 тысяч, которые мы пока держим в секрете, вы просто прямо вот в самом канон узнаете, что там будет, он будет очень небольшим, но очень крутым и очень интересным, да, и у нас еще там начинается коллаборация с той Воронежской пивоварной, в которой мы заезжали на субтуре, мы решили сварить совместное пиво, ребята проникнули, прониклись историей про нашего путешествия, как мы играем, отдыхаем, гоняем, вот, мы решили сварить пиво совместно, и выпустить тоже небольшой дроп совместного мерча, там тоже очень интересная история, я, по-моему, вы потом во всем узнаете, но вот мы представим эту коллаборацию, уже будет готово пиво, пиво, кстати, безалкогольное, так что, если что, не нападайте на нас, вот, алкогольное тоже будет, но попозже, попозже, да, но у нас, да, так что, вот, такая большая коллаборация, это пиво будет продаваться по всей России, и, ну, мы знаем историю крутого изотоника, что, говорите, как говорят, что пиво, крутой изотоник, после, ну, безалкогольное пиво, после баскетбольной игры, классно восстановить водно-солевой баланс, ты, Лех, восстанавливаешь? Абсолютно. Вот, ну, мы тут постоянно восстанавливаем, вот. Как вы думаете, я столько тренировок вывожу, 10 тренировок в неделю? Насчет тренировок, кстати, приоткрою тоже завесу тайм, но в ноябре, или даже, если не получится, то в декабре, готовим то, что просит абсолютно каждый человек, ну, не абсолютно каждый, но большинство людей, множество, огромное, миллионы, сотни миллионов людей, которые пишут нам, везде в директ наваливают, хотят научиться прыгать и данчить, так же, как Леха Матрас Флай Уайт. И, в связи с этим, мы решили сделать первую данк программу от Кикс Контест, от Лехи Матрас Флай Уайта, мы возьмем тренировок, и всех составим полностью программу, чтобы ее мог выполнить каждый. Важный момент, она будет бесплатна для всех участников. Да, по программе прям заваливают комментариями, дайте, дайте, Леха выпустил в апреле месяце видос о том, как у него получился этот год, как он данковал, тренировался, и просто там люто все получилось, и все завалили, дайте продолжение, дайте наставничество, дайте план, как действовать. Мы все сейчас готовим с профессиональными тренерами и все это будет выйдет. То есть, да, мы хотим две, давай буквально в двух словах, мы хотим две, два этапа там сделать, все будет бесплатно. Вы заходите, получаете программу, регистрируетесь, получаете программу, тренируетесь, доходите до определенного этапа, если у вас там все получается, вы получаете от нас подгон, двигаетесь дальше. А в конце лета мы хотим сделать крутой кэмп, данкэмп, данкэмп, то есть, те, у кого круче всего получится, мы пригласим на кэмп, всех там со всей России, то есть, кому-то даже оплатим при перелете, размещении, будет у вас целая куча экипировки, крутые тренеры, круто проведем время, отдохнем там, поданчим, все это люто получится, наснимаем видосов, и ну просто круто отдохнем, как мы умеем. и сам, ну и чем хотели закончить, мы запускаем всевозможные сервисы, которые вы просите, все от ваших запросов, все от ваших комментариев, каких-то там сообщений в наши мессенджеры, куча сообщений поступает с вопросом, ребят, не подошел размер, купил кроссы, туда-сюда, мы решили, короче, ну вот мы решили решить вашу эту проблему, мы сейчас в Телеграме тестируем сервис, который мы называли, назвали Kicks Contest eBay, просто наш вот eBay, то есть мы вам предоставим площадку, вы сможете, не подошедшие кроссы там, или что-то там не то, там вам что-то подарили, не подошло, то есть вы сможете их продать, то есть Сереге Гейзеру пишите прям в личку, Серега, вот есть кроссы, не подошел размер там, или там что-то еще, то есть фотографию, пишите, какое у них состояние, сколько хотите денег, там, и раз в неделю будет появляться пост в Телеграме, где будет выложен там, ну до 10 всяких ваших моделей от разных людей, где все остальные смогут ставить плюсики, и уже владельцы этих пар будут лично писать желающим, и там связываться, и там уже между собой вы будете решать, кто кому что продаст, и так далее, то есть мы здесь уже без нашего участия, мы просто хотим вам помочь, еще помочь, не только выбрать кроссовки, не только уберечь от травм, не только сэкономить, но вот еще от такой ситуации, которая бывает у всех баскетболистов. Да, Леха? Абсолютно верно. Да. Пишите в комментариях обязательно, как вам эта рубрика, стоит ли нам продолжать такое делать, рассказывать про новости проекта, про все анонсы, и с вами были Кикс Контест, Леха Матрас, Леха Матрас, лайвайт, с вами мистер Кейк, всем пиз, кушайте супчик. Бэм!